Александр Чупурновик. Александр, он с самого утра сидел и слушал в начале первую секцию. И вот он является нашим крайним, последним самым спикером сегодня. Он разработчик компании Ergo. И он расскажет про очень интересно звучащую тему, которая называется контракционные деньги. Александр, пожалуйста. Да, доброго дня всем участникам конференции. Позвольте мне завершить ее своим докладом, который будет, наверное, немного отличным от предыдущих. В чем-то, наверное, философским, в чем-то, может, провокативным. То есть я предлагаю подумать про то, в чем состоял феномен биткоина. И что он может дать нам в понимание и в том, чтобы, может, как-то по-другому использовать традиционные деньги. Ну, что нам принес биткоин? Чего не было до этого? Во-первых, децентрализованное хранение, обновление, точнее, добавление, да, все время, в конец транзакционной истории. То есть это алгоритм консенсов, блокчейн, как структура данных. А второе – это новый вид финансового инструмента. То есть это первый цифровой инструмент, который является ограниченным. Своего рода цифровое золото, может быть, даже с золотом не очень корректно сравнивать, но это уже тема отдельной дискуссии, я не буду касаться. И третье, вот, про что я уже на конференциях рассказываю, изредка, наверное, года 2017, это концепция умных денег. Вот, в чем она состоит? Если мы возьмем деньги, которые существовали до биткоина, что бумажные, что цифровые, они довольно пассивны, да, по своей сущности. Ну, то есть я вот, допустим, взял там купюру, да, там 5 тысяч, положил ее на стол, кому она достанется? Ну, кто первый к столу подойдет, да, руку протянет, тому и достанется. Вот, в биткоине с самого первого дня цифровые монеты, ассоциированные с публичными ключами, были, соответственно, подрантик можно было только предавить подпись тратящей транзакции, относительно ключа, который хранится в монете, то есть теперь уже получается, что деньги начинают как-то активно себя защищать, но биткоин пошел в скорости еще дальше, в 2010 году, то есть через год после запуска появился в нем некий язык программирования, очень ограниченный биткоин скрипт, и теперь монета, в принципе, цифровая себя защищает некой программой. Вот, эфириум пошел дальше, появились умные контракты, но вот мы сделали шаг назад, да, то есть к биткоину, и показали, что немного доработав, в принципе, даже ограниченный функционал биткоина, можно добиться того, что в деньгах, в этих цифровых монетах, можно реализовывать логику произвольной сложности. Есть публикация на эту дему. Вот, соответственно, теперь можно контракт в немного модифицированном биткоине даже представлять не связанным с одной монетой, а связанным с совокупностью монет. Вот, и этот, соответственно, транзакционный контур, который существует там внутри биткоина, вот, внутри криптовалюты, в форме криптовалюты или произвольного токена, выпущенного поверх криптовалюты, этот контур можно рассматривать как отдельный сорт денег вообще. А теперь давайте рассмотрим вопрос, что такое деньги. В любом учебнике есть основные функции, перечисленные на слайде денег, то есть деньги работают как средство обращения, мера стоимости и средство накопления. Тут, я думаю, все интуитивно понятно. Вот, и давайте скажем, что деньги еще могут работать как единица исполнения нервного контракта. Причем исторически контракт связан с деньгами с самого начала, то есть как появились бумажные деньги. И самое первое, был некий склад с золотом, да, как правило, у частных монетных дворов в средневековой Европе, скажем, и они выпускали расписки. То есть вот эту вот бумажку можно поменять там на какое-то количество золота. Потом из этого появились, выросли государственные деньги, обеспеченные золотом. То есть еще сто лет назад там, в принципе, на большинстве национальных валют была надпись, что подлежит обмену на золото. Сейчас уже ни на одной известной мне валюте ничего подобного и осталось. То есть деньги стали фиатами, но вот эти вот изначальные бумажные деньги содержали в себе контракт, да, на обмен. Вот этих вот бумажных денег на то, что называется натуральными деньгами. Вот, есть, допустим, еще такой формат денег, скажем, как материнский капитал. То есть это некие рубли, да, но рубли, будучи выпущенными, ну, точнее, выданными, да, они обладают лимитированной функцией, как средство обращения. То есть вы не можете материнский капитал там потратить на что угодно. То есть есть некий контракт, который определяется законодательным образом, и этот контракт, он лимитирует, соответственно, функцию вот этого вот рубля материнского капитала, средства обращения. Вот, ну, потом, когда этот материнский капитал тратится, ну, этот уже рубль материнского капитала, грубо говоря, превращается в обычный рубль и уже функционирует в экономике свободного моборта. Вот, то есть, в принципе, этот неявно существующий концепт можно развить во вполне себе явную форму, когда у нас деньги существуют в цифровой форме. То есть мы теперь можем говорить о существовании контракционных денег как цифровых денег, чей контракт использовали строго задумки. В форме программного кода, да, если мы говорим о строгости. Соответственно, с блокчейном или нет, это уже даже становится, может быть, второстепенным вопросом. То есть мы можем этот концепт рассматривать сам по себе. Вот, и в качестве каких-то примеров рассматриваем три примера. Ну, значит, первый пример, проблема, связанная с ним, состоит в том, что выданные в кредит деньги, что частным лицам, что юридическим, часто тратится неподозначение. Не целевым образом. Соответственно, вот возьмем такой пример. Пусть предприятию выдается какие-то 10 миллионов рублей, из которых как минимум 5 миллионов оно обязуется потратить на оборудование. 3 миллиона как минимум потратить на строительство ангара, а 2 миллиона может тратить уже как угодно. Без ограничений. Чтобы не усложнять слишком жизнь тоже предприятиям. Вот, соответственно, как можно сделать такой контракт, который цифровым образом можно исполнить вполне однозначным образом, исключительно, так это создать цифровую монету контракционных неких рублей, да, кредитных, с номиналом 10 миллионов, вот, и на соответственно эти 10 миллионов уже навешан конкретный цифровой контракт, что как минимум 5 миллионов можно перевести лишь одному из производителей, вот, если известны их публичные ключи, да, их можно просто внести в белый список, и, соответственно, деньги потратить можно на выбор предприятия, которое закупает оборудование, но только одному из участников белого списка. Вот, также 3 миллиона строителям идет, неважно какому, но одному из них. Вот, и, соответственно, потом контракционные рубли очищаются от контракта, превращаются в обычные рубли, только уже, соответственно, вот этими вот лицами, да, то есть предприятиями или строителями. Вот, соответственно, даже есть уже пример такого контракта в виде кода. Вот, второй пример. Есть, допустим, у нас депрессивные регионы с большим уровнем безработицы, да. Есть разные самые обсуждения, что делать с такими регионами, там, начиная вот от выплаты безусловного дохода, да, сейчас есть такие даже предложения, то есть просто давать людям деньги за то, что они есть. Есть альтернативное предложение создавать рабочие места, то есть гарантировать трудоустройство, ну, хоть как-нибудь. Как правило, предложение состоит в том, что местные власти, муниципалитеты создают рабочие бригады, которые занимаются, ну, каким-нибудь трудом. Там, стригут, красят, копают, ну, все что угодно, вот. И есть даже там некоторые исследования, что в определенных случаях может быть дешевле даже вот таким образом людей занимать хоть чем-нибудь, чем тратить деньги на преодоление проблем, связанных с безработицей, да. Ну, то есть асоциальное поведение, наркомания и так далее. Вот. Соответственно, есть предложение использовать специальные выпускаемые муниципалитетам деньги для этого. Ну, вот у Мэтью Форстартера есть такой экономист, и, ну, касательно денежных теорий, он приверживается неокартолийских теорий, вот. Соответственно, у него там есть предложение по сбору муниципального налога ну, в специальных местных деньгах, и эти местные деньги тратятся вот на рабочие бригады. Есть также вторая проблема, то, что во многих регионах надо развивать местное производство, да, и часто эта проблема решается путем выпуска местных денег, да, то есть денег, которые могут циркулировать только в определенной местности, и которые, соответственно, национальные, допустим, обмениваются там с неким дисконтом. Ну, чтобы препятствовать обмену ценностей. Вот. Ну, в России это все не очень законно, да, наверное, противоречит там статье 74-й Конституции, что средством обращения является рубль. Но вот что можно делать, и что вот в частности уже делается в Кировской области, это вот, опять же, использовать негиегонтракционные деньги. Вот. Что делается в Кировской области? Тут есть цитата, то есть выдается многодетным семьям карта. На карту ежемесячно перечисляется тысяча рублей в качестве эксперимента. Деньги можно зарасходовать на покупку продуктов питания лишь только местных производителей. И, соответственно, карты эти принимаются в местных торговых сетях. Какие еще рубли? Ну, может, в Кировской области больше или нет? Я не знаю. Вот. Ну, в общем, есть такой эксперимент. В частности, что можно сделать? Обычно же у нас все эти проблемы связаны, да, то есть где большая безработица, там и производство надо развивать. То есть не только может быть бригада, там какие-то, да, на коммунальные работы, но и как-то сделать так, чтобы регион сам по себе вышел из состояния депрессии, вот путем развития местных производств. Ну, вот и как вариант, то есть выпустить контракционные рубли, да, которые можно получить, работая в бригаде. Вот. Дальше пускай эти рубли там по местности расходятся как угодно, но превратить в обычные, то есть очистить их от контракта можно лишь только купив товары местных производителей. То есть, ну, то только местные производители могут там, соответственно, превращать эти контракционные рубли необычные. Вот. В принципе, это можно реализовать даже и без блокчейнов, и без цифровых денег. То есть в каких-то денежных формах там было исторически несколько экспериментов, про которые можно почитать. Вот я чуть позже об этом расскажу. Но, в принципе, в цифровой форме можно как-то за этим всем лучше следить и усложнять контракты. Вот. Также, допустим, если надо развивать как национальную туристическую отрасль, так и национальных производителей самолетов, то можно, допустим, выдавать деньги, которые, ну, опять же, можно очистить от контракта только авиапроизводителям. Ну, в принципе, понятно. Схема более-менее такая же. Вот. И в частности, откуда брать эти рубли? Ну, вот есть у нас, допустим, экономист, да, и академик Глазев, который предлагает просто, ну, выпускать деньги под дешевые кредиты предприятия. Да, то есть, также можно, допустим, просто имитировать рубли, на которые навешан контракт. Вот. То есть, в принципе, они будут работать даже лучше, чем у Глазевских денег. Вот. И еще, что это все напоминает, как это в определенном роде советскую денежную систему, которая, по сути, имела с 20-х по конец Великой Отечественной два денежных контура, а потом три денежных контура. То есть, был безналичный денежный контур, только между предприятиями. Вот. И в этом денежном контуре деньги просто имитировались под планы расширения производства, ну, в принципе, в любом количестве. Согласно Госплану. То есть, ну, на сколько может производство вырасти, то столько денег не выпускается. Точно. Вот. Были, соответственно, наличные рубли, которые, соответственно, выпускались согласно товарной массе. Ну, тоже, опять же, согласно Госплану. Вот. Ну, и для внешнеэкономических расчетов были переводные рубли. То есть, такая денежная единица, которая использовалась исключительно в межбанковских внешних расчетах. И эта денежная единица уже, в свою очередь, была обеспечена золотом. Талоны, карточки. Талоны, карточки. Декселя и другие. На продукты. Это более поздно. Это уже, да, это уже, ну, до сих пор... Система разрушилась. Да, то есть, где-то, кода с 87-го безналичные контуры начал соединяться с денежным, что привело, соответственно, к проблемам во всех контурах, ну, и, соответственно, к появлению талонов, карточек. Ну, это тоже, да, формы денег. Ну, были еще в советской истории разные формы денег, такие, как трудодни в колхозах. Вот. Ну, как вы делали, отдельный, да, разговор. Ну, больших контуров было, вот, как бы, три. Пол-литра тоже хорошая валюта. Точно. Было, было. Ну, это уже местная, скажем так, валюта. О чем, договорились? На сотни рублей давайте что-то такое. Потом было деньги тоже. Да, 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 вот. То есть, с контракционными деньгами можно вместо нескольких больших контуров, да, иметь множество маленьких, по которым там циркулируют там микротоки, соответственно, денег. Потом очищаются они от контрактов, сливаются там в единый такой денежный океан уже свободный, да, как бы, обычных рублей свободных от контрактов. Вот. Ну, и, соответственно, в эти контура можно даже деньги имитировать, в принципе. Ну, в фиатных деньгах эмиссия денег, она уже делается по подконкретной задачи. Вот. Собственно говоря, как это все можно реализовать как с блокчейном, так и без. Тут в зависимости от того, о каких сортах денег говорим, да, то есть могут быть, допустим, системы взаимного кредитования между предприятиями, там может быть какой-нибудь блокчейн и нужен. Если речь идет о какой-то государственной среде, то там, в принципе, блокчейн и не нужен, да. Нужна просто среда исполнения контрактов. Вот. Ну, так как здесь мероприятие юридическое, то... Не-не-не, подожди. Вопросы. Славь, про листанцы, да. Последний. Соответственно, вот я далек от правовых вопросов, да, ну, то есть вопросы для правовой среды, то есть как это вообще все сочетается с регулированием, вот, и так далее, то есть, ну, в общем, тут лучше вы мне расскажите, что-нибудь. Чтобы в тюрьму не угодить. Да, абсолютно. Вот, ну и рад буду выслушать ваши вопросы. Александр, короткий вопрос. Тема доклада контракционные деньги. Что это, если мы говорим про определение? Так вот, я, как и сказал, то есть это, когда у нас деньги переходят из бумажной сферы в цифровую, да, то мы уже можем, то есть на эти деньги навешивать контракт, да, то есть вы их не можете использовать произвольным образом. Да, то есть если раньше контракт, он, как правило, не существовал неформальным образом или где-то законодательно, да, дальше вопрос, там, как это законодательство соблюдается, как прописано и так далее, то теперь можно просто, ну, строго в форме программного кода задать правила обращения денег, вот, и, соответственно, вот такие деньги уже цифровые, со строго зановым контрактом я называю контракционными книгами. Ну а как бы строгий контракт в форме программного кода наложить не на цифровые? Александр, вы зачем это все придумали? Вы что, хотите Америку лишить регуляторики нашей финансовой системы? Если вы вот вспомните, как при царе, проклятом, империализме, капитализме до 13-го года, да, и при советской власти, когда вы заведете контр и в экономике и в бюрократии не будет наличных денег, вас убьют, вы нарушаете все правила и криво в современном обществе. Вы по образованию кто? Вы финансист, экономист, технар, кто? Вот молодец. Вот я потом отдельно к вам подойду и расскажу, чем вам это грозит. Хорошо, с удовольствием. Я воспользуюсь имеющимся у меня микрофоном, я хотел задать вопрос один из первых. Смотрите, на самом деле по токенизации всех этих штук, по автоматизации долговых обязательств, по товарно-денежному и натуральному обмену у меня вопросов никаких нет. Есть токенизированные совхозы у нас в Татарстане работают, один прям работающий там в майнинг-фирме обогревают в теплице. Это здорово. И там все как бы таким образом выстроено. Вопрос вот какой. У нас в стране есть потрясающий парадокс. У нас при безработице среди коренного населения, я подчеркиваю, куда хотят вливать эти деньги, страшная нехватка рабочей силы. Вот вопрос. Нет ли некоторого противоречия между попытками отрегулировать ситуацию в финансовом смысле слова и тем, что у нас вот такая вот специфическая, так это, разрыв такой, дыра такой непонятной экономики. То есть все деньги, на которые строятся стадионы, вот мы сейчас обсуждали, космодромы и прочая всякая история, утекают, простите, в Среднюю Азию, ну и другие страны ближнего зарубежья. В экономике, которая должна смазываться, приводиться в движение вот этими деньгами, любыми деньгами здесь, в России, их не остается. Вот на эту тему задумывались, куда, куда здесь идти? тут, знаете, вопросов, над которыми можно задуматься, очень много. Когда это не работает? Почему? Ну а как? Где деньги? Там смарт-контракт обналичии не улетел. То есть, ну, смотрите, где деньги обналичили, вывезли, на самом деле, здесь еще вопрос, там, я просто сходу думаю, смотря в какой форме даже вывезли. То есть, то есть, смотрите, вот есть долларовая экономика, да, то есть, чем больше доллар выводится, в принципе, за пределы штатов, тем даже лучше, ну, потому что они же не меняются на другую валюту, соответственно, ну, курс доллара не страдает от того, что. То есть, если в Среднюю Азию там будут выводиться там рубли, да, как бы, не поменяные, на что-нибудь другое, то, в принципе, оно может с точки зрения экономики даже и нормально. То есть, вы деньги выпустили, они в России прокрутились, дальше инфляционного эффекта не вызвали, укатились там в Среднюю Азию. Ну, я имею в виду уже натуральные товары. То есть, когда начинался кризис 2014 года, сюда из Казахстана приезжали, привозили доллары, их казахские доллары, не наши российские доллары, их казахские доллары приезжали сюда, российские, наши российские лендкрузеры уезжали туда, в Казахстан. Понимаете, я сейчас о чем? То есть, на самом деле, деньги-то здесь решающего какого-то такого значения не имеют, имеют значение материальные ценности, которые уезжают туда. Рабочая сила отсюда не приезжает, а товар уезжает туда, откуда она приезжает. То есть, товар уезжает в Казахстан? Ну, например, например. Хорошо, да, не сужают. То есть, товары должны уезжать за границу, это хорошо. Ну, это же, ну, планок. Это же экспорт. Это же экспорт, да. Александр, спасибо за сообщение, интересное, интересное. А вот мили, баллы, кэшбэк, это контрактные деньги? Мили, баллы, кэшбэк, это частные деньги, корпоративные, то есть, ну, за ними есть какой-то контракт, единственное, что пока они, опять же, заданы в какой-то, ну, форме не очень доявной, да, то есть, ну, они же есть? да, то есть, это форма денег, и причем мили, ой, я сейчас уже цифр не помню, но на самом деле это такой сорт денег в мировом масштабе достаточно ощутимый, вот, и, в принципе, там есть контракты, и контрактов даже много, то есть, как правило, вы же можете за милю купить не только мили, там бывает отели можно купить, можно автомобиль в аренду, ну, и всяко-разно, то есть, такой сорт денег, который уже вышел за пределы авиаиндустрии, вот, и, в принципе, ну, как я говорю, то есть, с деньгами всегда какой-то контракт есть, да, как-то неявно связан, то есть, это всегда, там, как правило, или долговая расписка, да, то есть, я там, беру в долг, там, вам даю расписку, вы ее дальше как деньги используете, вот, или это обязательство к предъявлению, то есть, вот, у меня есть золото, да, я вам даю бумажку, вы ее, там, на золото можете менять, или еще что-нибудь, ну, то есть, какой-то контракт за деньгами всегда есть, за милями, конечно, тоже есть, Но я вот термин «контракционные деньги» использую именно вот в таком смысле, что это деньги, на которые уже контракт навешан строго определенной форме программного кода. Вот, то есть, в этом определении уже тогда нет, это не контракционные деньги. Простите. Налог? Это налог. НДС. Ну, это не деньги, но это налог. То есть, вы разрушились. Александр, простите, вот уточняющий вопрос, вы сказали про нормативку, вы так, ну не то, что не владеете, а не готовы, ваша специальность какая в рамках проекта? В рамках проекта или образования? Ну, вот вы про контракционные деньги, вы финансист, вы разработчик, вы… А, я разработчик. Ага, вы разработчик, понятно. Просто про нормативку на самом деле все просто, да. Не надо… Нормативка – это отображение реальных, скажем так, ну, реальной практики. Там, в зависимости от того, о каком процессе мы говорим, оно может быть хорошим, может быть искривленным, как в случае с цифровыми финансами активными. В данном случае, мне кажется, вы не проводите там какого-то разграничения между деньгами, как вообще единицей расчета, средством расчета и финансовыми инструментами. Материнский капитал – это не какие-то специальные деньги, те же самые рубли. Точно. Материнский капитал – это финансовый инструмент, которым государство мотивирует граждан. Точно так же можно рассмотреть там большинство кейсов, связанных с такими квази, частными деньгами и так далее и тому подобное. Спецсчета – это все финансовые инструменты. Ну, а скажем, в Кировской области рубля. Так вот, смотрите, как только… Корень-то не в нормативке. Проблема в том, что денежная масса – это инструмент экономической политики, которую ведет Минфин, Минпромторг, Миниционального развития, Центробанк, Государственные институты. Как только вы вырастаете чуть выше, как только вы становитесь заметны, как только вы начинаете оказывать влияние на государственную и финансовую политику… К вам приходит человек. Все. До свидания. Потому что вы покушаетесь на государство. Почему? Друзья мои, я… Это финансовский спорт, давайте забыть. Я думаю, что это уже… То есть… Это был не вопрос. То есть это некая такая… Поставим, давайте, запятую… Александр… Я как понимаю, это вопрос не про контракционные, а про частные деньги. На самом деле, вот, деньги – это средства расчета. Да? Вы смешиваете финансовые инструменты и денежные средства. Грань между ними, она такая зыбкая, размывается и так далее. Но ее нужно понимать, где финансовый инструмент, где там, грубо говоря, фьючерс на те же деньги. В крипте – USDT. Деньги? Да, вроде деньги. Но с другой стороны – финансовый инструмент. Средства расчета – да. Ну… Ну, он тут не сказал очень важный момент… Мне не был сказан очень важный момент, который мог бы вот… предложить бомбу подвести проект. Он мне сказал про генерацию денег. Если речь идет о том, что какие-то фиатные деньги прообразуются в эти подкрашенные деньги, потом используются как финансовый инструмент в каком-то проекте, а потом снова выходит в фиат, то вроде как бы все ровно. Если речь идет о том, что для каких-то проектов надо сгенерить новые деньги именно сгенерить, которые не обеспечены ни законодательством, ничем другим, физическим, то тогда это явное нарушение российского законодательства к вам придут. Нет, ну я вообще ничего не предлагаю. То есть есть некий концепт, вам теперь самим про него думать. Расскажи про сигмасты. Что там, как дела? Ну, это можно потом уже, наверное. Ну, вкратце. Давайте в кулуарах обсудить это. Потому что, на самом деле, у нас есть некие рамки для того, чтобы… Всем спасибо. Спасибо вам подвести. Спасибо тебе большое.